Ползут две змеи в джунглях, а навстречу идет слон. Одна другой говорит «давай над слоном подшутим», а другая отвечает «хватит, Василий Иванович, над стариком Хатабычем уже подшутили». Муж уезжает в длительную командировку, просит сына, если кто из мужиков придет к матери, отрывать доску в заборе. Приезжает домой, радуется, забор цел, целеханик. Жена за ужином рассказывает, что дома в его отсутствии было все в порядке, только вот какой-то дурак повадился забор разбирать, пришлось три раза новый ставить. Самый короткий анекдот из серии «Муж уехал в командировку». Муж уехал в командировку и не вернулся. Герасим схватил каштанку и волочит ее к реке. Та визжит. «Эй, ты, деревня, отпусти! Опять Чехова с Тургеневым спутал!» Объявление. Продаются щенки с родословной хозяев. Новый русский поймал золотую рыбку и говорит ей «Ну давай, заказывай свои три желания». Грузины возвращаются с охоты и несут на палки убитого медведя. Им кричат соседи из окна «Что, гризли? Зачем гризли? Руками задушили!» Когда мужчине плохо, он ищет женщину, а когда ему хорошо, он ищет еще одну. В метро один пассажир трясет другого за плечо. «Товарищ, товарищ, проснитесь! Вы обосрались! А кто вам сказал, что я сплю?» Мой муж живет одним днем. И мой тоже. Ночью ни на что не годится. «В купе поезда довольно долго едут два пассажира. Наконец один нарушает молчание. Позвольте представиться, я Иванов, а вы?» «А я нет». Разговор двух женщин. «Все мужики пьют. Нет, не все. Мой еще и ест». После выстрела по дичи охотник просит напарника. «А ну, посмотри, что за зверя я уложил?» Напарник уходит, но вскоре возвращается. Судя по паспорту, его фамилия Краюхин. Пропала теща. Жена плачет. Муж обзванивает всех по телефону. Наконец радостный бежит к жене. Нашлась! Где же она? В морге. Мужчина заходит к приятелю. «Держу пари на сто рублей, что ты не догадаешься, зачем я к тебе зашел?» «Ты зашел, чтобы взять взаймы денег». «Нет, вовсе нет. Ты проспорил сто рублей». Мой дедушка был очень смелым человеком. Говорят, однажды он вошел в клетку с тремя львами. Вот, наверное, его поздравляли, когда он вышел. А кто сказал, что он оттуда вышел? «Дедушка, говорят, вы наконец-то решились купить телевизор. Это правда. А как ваше впечатление? Прекрасная вещь. Включишь, сядешь напротив, закроешь глаза, и полное впечатление, что слушаешь радио». Идут по улице два мужика. И вдруг на одного насрала ворона и улетела. «У тебя бумажка есть?» — спрашивает он у второго. «А зачем тебе? Ведь жопа все равно улетела». Как йоги делают себе клизму? Садятся в лужу и делают глубокий вдох. Пастор читает проповедь. «Алкоголь — это ваш враг номер один. Вы напьетесь обязательно, поссоритесь с женой, схватитесь за револьвер и с пьяну все равно промахнетесь». Студентка со вздохом облегчения. «Ну, наконец-то сдала, преподаватель. Это я сдался». «Студенту нельзя жениться. Будет заниматься с женой, у него появятся хвосты, будет увлекаться учебой, вырастут рога. А попробуй совместить и то, и другое. Отбросишь копыта». «На бирже труда. Мне срочно нужна работа. У меня жена и пятеро детей. А что вы еще умеете делать?» «В цирк приходит человек с говорящей лягушкой. Директор цирка не верит, что лягушка может говорить. Дрессировщик щелкнул лягушку по носу, та в ответ. «Ну, допустим, ква». «Приходит мужик в кабак. Я вчера тут вечер провел. Я вчера тут вечер провел. Тут. А зарплату всю пропил. Всю. Фу, слава богу. А я думал, что потерял». «Во время вечеринки дама говорит соседу по столу. Вы очень похожи на моего третьего мужа. А сколько было всего у вас мужей? Два». «Как вы думаете, Холмс, какой вид самоубийства самый популярный в Санкт-Петербурге? Знаете, Ватсон, самый популярный вид самоубийства в этом городе — это выброситься из окна в Европу». «Эк тебя разнесло-то!» — укорял Сидор Марфу, в которую попал артиллерийский снаряд. Загадка. У одной женщины были три любовника и муж. В один прекрасный день все четверо мужчин погибли в автокатастрофе. Она похоронила их, пришла домой, легла спать, и вдруг слышит голос «Наконец-то мы вместе! Кто сказал эту фразу?» «Ответ. Ноги. Людоед построил людей и дает команду. На первое и второе, рассчитаясь, чрезмерная воспитанность тоже к добру не приводит. Вчера водитель автобуса, в котором я ехал, увидел стоявшую в салоне дряхлую старушку и уступил ей свое место. «Разговаривают жены двух милиционеров. Мой муж импотент, а мой этот дурак все еще в сержантах ходит. Два украинца возле афишной тумбы. Девысь, свинопуленка, яка смешная фамилия Шопен!» «Дама, — спрашивает Ниссио, — зачем вы в каждой руке держите по шляпе? Я открыл филиал. «Доктор, я совершенно изнемогаю от бессонницы. Что мне делать? Вы не пробовали считать овец? Пробовал, не помогает. Тогда пусть каждая овца расскажет вам свою биографию». «Богатый мужчина купил собаку и повесил на заборе табличку «Осторожно, злая собака». Какой-то прохожий добавил мелом без зубов. Мужчина подумал и дописал, зато засасывает насмерть. «Каждый день я возвращаюсь из театра совершенно измученным. А где вы работаете? Суфлером в театре Пантомимы». «Что ты любишь во мне больше всего?» — спрашивает жена мужа. «Мое прекрасное лицо или мое роскошное тело? Твое чувство юмора?» — отвечает муж. «Урок в армянской школе. Дети, запомните. В русском языке слова «тарелька» и «вилька» пишутся без мягкого знака, а «сол» и «фасол» — с мягким знаком. Спасается наркоман от ментов. Вдруг видит, стоит античная скульптура из трех обнаженных мужчин. Он быстро раздевается и пристраивается к ним, приняв живописную позу. Голос сбоку. «Сними носки, козел, а то всех попалишь!» Сидя Чапаев с Петькой на пальме, вдруг подходит слон и начинает раскачивать пальму. «Василий Иванович, может, у него здесь гнездо? Дурак ты, Петька, они ж в норах живут!» В институте в раздевалке прибито несколько крючков с надписью «Только для преподавателей». Кто-то из студентов подписал фломастером «Можно также вешать пальто и шляпы». Водолаз, который проводит подводные исследования, получает приказ с корабля. «Срочно поднимайся! Почему? Мы тонем!» На соревнованиях по метанию молота один спортсмен говорит приятелю «Сегодня мне надо постараться, на трибуне сидит моя жена!» «И не старайся, все равно не докинешь!» Сейчас пик. Два наркомана сидят в троллейбусе, подходит старушка-сыночке, и как же вам не стыдно, уступили бы место. Один из них начинает вставать, другой ему «Сиди, Серега! Я эту наколку уже знаю! Ты встанешь, а она сядет!» Зашел мужик в лес пописать, увидел медведя, заодно и покакал. «Покупатель, продавщица, дайте мне бутылочку минеральной, продавщица с собой, покупатель? Нет, без вас!» «Простите, это бюро добрых услуг? Да! А какого лешего вам надо?» «Вы знаете, я изобрел новый способ разбогатеть, знаю, но у меня вы уже занимали». «За границей были? Нет! Под судом и следствием находились? Нет! Репрессированные родственники имеются? Нет! Национальность? Да!» Парикмахер бреет клиента и, как принято, развлекает его разговором. Когда его бритва подошла к подбородку клиента, он говорит, «Как только дойду до этого места, так и хочется сделать чик!» Молодой водопроводчик пришел в квартиру по вызову, и вот встречает красивая женщина в небрежно накинутом халатике. «Хочу вас предупредить, что мой муж здесь будет ровно через час, но, простите, я ведь с вами ничего не делаю. Вот именно, а время идет!» Один из пассажиров, один из постоянных посетителей ресторана всегда давал щедрые чаевые официанту, который его обслуживал. Придя однажды на обед, он увидел, что его обслуживает другой официант. А где же прежний молодой человек? Он проиграл мне вас в карты. Милиционер спрашивает мальчика, «Сынок, папка твой самогонку варит?» Нет, он ее сырую пьет. «Отец малолетнему сыну, учись, сынок, хорошо. Вырастешь, будешь зарабатывать деньги, а деньги, дорогой, это и машина, и вино. Женщины? Папа, если нет денег? А если нет, это метро, ситро и твоя мама. Разговаривают две подруги. Ты смогла бы полюбить радикала? Ради чего?» Безнадежный склеротик сунул руку в подмышечную впадину. «Так», — рассуждает он, — «волосы на месте, а где же все остальное?» «Сколько вы хотите за эту собаку? Пять тысяч рублей. А нельзя ли половину? Нет, я продаю целиком». Старик со старухой смотрит телевизор. «Дед, а дед, чего это в последнее время по телевизору все говорят? Все говорят голубые да голубые. Кто это такие?» «Бабка, да ты чего, не знаешь, что ли? Десантники это!» Идет наркоман и везет детскую коляску с ребенком. Бабушка подходит и спрашивает, «Что это у вас ребеночек-то, синий?» «Умер, вот и синий». Вопрос к амебе. Ваша кредо, надо жить проще. Вопрос к микробу, что вас больше всего раздражает, мелочи. «Если вы хотите, чтобы мужчины от вас сходили с ума, купите себе собаку. Можно самую маленькую, но обязательно самую бешеную». В ответ на создание США ракетного крейсера «Му-Му» в СССР создан ракетный крейсер «Герасим». «Куда вы ходите по грибы? К соседу на балкон. Он что, их там выращивает? Нет, сушит». «Я не пойму, куда ты идешь в такое позднее время? На дачу картошку копать. А разве днем не лучше? Днем хозяева мешают?» «Эй, ты, придурок!» — кричит водитель самосвала прохожему. «Ты чего в ластах по снегу шлепаешь?» «Ты сам придурок. Пока ты их не переехал, это были валенки». «Ученые наконец-то изобрели средства для лысых. Выпиваешь ложку, и одним лысым меньше». «Рабочий, задыхаясь, врывается в конторку, в контору прораба. «Ой, беда! Дом, который мы построили, вот-вот рухнет!» — говорил вам несчастный. «Не снимайте лисов, пока не оклеите комнаты обоями». «Удобство — это когда есть телефон. Изобилие — когда два. Роскошь — когда три. Райская жизнь — когда ни одного». «Белое солнце пустыни» — есть такой прекрасный фильм, который вышел в 1971 году. «Сухов — один из героев фильма. Саид, почему у тебя все седло в говне? Саид, стреляли!» «Старуха заходит в аптеку. Дай мне, дочка, тридцать презервативов от головной боли. Неужели помогает?» — удивляется молоденькая аптекарша. «Еще как! Даю их внучке с собой в школу, и целый месяц голова не болит». «Бомж решил покончить с собой. Зашел в туалет, взял веревку, встал на унитаз, надел веревку на шею, вдруг видит большой окурок, решил докурить. Снова влез на унитаз, надел веревку, вдруг видит на подоконнике недопитая бутылка портфейна, снял веревку, допил портфейн и думает, отчего это я? Жизнь вроде налаживается». «Сосед спрашивает соседа, почему вас ночью кричала кошка? Я ее мыл. Я тоже мою, но она у меня не кричит. Так вы, наверное, ее не выкручиваете?» «Профессор студенту, не волнуйтесь. На экзамене как в театре. Вы актер, я зритель. Отлично. Тогда я позову суфлера». «Вы знаете, что мне поставили телефон?» «Нет». «Как? Разве вы не читаете телефонную книгу?» «Почему вы хотите развестись с женой?» — спрашивает судья. «Она то и дело будет в меня с одиночей и шепчет. Тебе домой пора». Разбуженная шумом хозяйка дома, где пулька затянулась до утра, заглядывает к артежникам и громко возмущается. «Господа, нельзя ли потише вести себя в моем доме?» «Не шуми, пожалуйста, дорогая», — робко просит ее муж. «Видишь ли, этот дом уже не наш». «Два бомжа разговаривают. Ну как, праздник провел?» «Да дома просидел. Заболел, что ли?» «Да нет. Какая-то падла трактор на крышке люка оставила». «Объявление. Продаются рыболовные принадлежности. Звонить по телефону 543-3. Если трубку возьмет мужчина, сказать «Извините, ошибся номером». «Армянское радио спрашивает, что такое обмен мнениями?» «Отвечаем, это когда ты входишь к начальнику со своим мнением, а выходишь с его». «Разговаривают два бизнесмена. Представляешь, я совсем зарапортовался, вчера в постели дал жене 100 баксов. Ну ты даешь. А она что, сдачу начала отсчитывать?» «Дедушка, ты на войне воевал? Ну, что ну? Ну, не воевал». «Я 05-й. Я 05-й. Вызываю руководителя полетов. Горючее кончилось. Высота 300 метров. Передайте инструкции. 05-й. Я руководитель полетов. Повторяйте за мной. Отче наш, и же еси на небеси». «Какая смерть лучше от трипера или от дизентерии? Лучше умереть мужчиной, чем засранцем?» «Почему у Запорожца мотор сзади? Чем думали, туда и поставили». «В квартире раздается телефонный звонок. Хозяин снимает трубку. Алло. Это 33-33-33?» «Да, в чем дело? Пожалуйста, вызовите скорую к автомату у дома печати. У меня палец на тройке застрял». «Одной женщине снится сон, будто она идет по темному переулку, а сзади за ней бежит какой-то мужчина. Она испуганно вбегает в подъезд. Мужчина за ней. Она хватает ее и прижимает к стене. Он хватает ее и прижимает к стене. Что вы собираетесь делать?» «Вослицает она. Не знаю, мадам. Это же ваш сон». «Парикмахер клиенту. Скажите, когда вы пришли, на вас был галстук красного цвета? Нет? Значит, я вам перерезал горло». «Контролер в автобусе. Ваш билет? Мой билет. Покажите, купи, да смотри. Ты что, больной? А ты что, доктор? Я контролер. А я сантехник». «Пейте томатный сок. Томатный сок – это здоровье. Здоровье – это спорт. Спорт – это победы. Победы – это деньги. Деньги – это женщины. Женщина – это спид. Спид – это смерть. Нет, не пейте томатный сок». «Муж ночью пошел в туалет. В темноте ударился о мешок с картошкой. Пробирается дальше. Опять ударился. Ящик макарон. Дальше пробирается, зацепился за мешок с сахаром. Запнулся о ящик с консервами. Упал. Черт, да когда же этот голод кончится?» «Почему вы решили совершить самоубийство? Мне скучно жить. И вы думали, что самоубийство вас развеселит?» «Очередь». Мужчина обращается к стоящему сзади. «Так отлить хочется. Отойти – очередь пройдет. А ты переднему в карман отлей», – посоветовал тот. «Да неудобно», – сказал первый. «А че неудобно? Ведь я ж тебе отлил». Муж считает книгу, жена газету. Потрясающе вдруг восклицает она. Один мужчина днем познакомился с женщиной, вечером женился на ней, а на следующее утро убил ее. «Ничего особенного», – флегматично замечает муж. «Утро вечера мудренее». «В автобусе, товарищ, вы на городском кладбище выходите?» «Выхожу. А куда деваться? Там все выходят». «А какой это автобус? Это не автобус. Это катафалк». «Сегодня», – сообщает муж жене, – «приходили из дома престарелых». «Ты, разумеется, дал им что-нибудь?» «Да, твою маму». «Бабушка собирает огурцы с грядки. Идут два алкаша с бутылкой. Один кричит бабке, – бабка, брось огурчиков два, три». Она ему, – «А хрена не хочет четыре, пять, шесть?» «А твой жених знает, сколько тебе лет?» «Да, отчасти». «В автобусе, молодой человек, вы слезаете?» «Оля, я слезаю только по утрам и только с хорошеньких женщин. Сопляк, молокосос. В наше время с хорошеньких женщин не слезали, а сползали». В райотделе милиции зазвонил телефон. «Алло, милиция, в моем доме на дереве сидит почтальон и дразнит мою собаку». «Так заведите ее в дом». «Да, но почтальон говорит, что он сразу пойдет к прокурору». «Сколько лет твоему мерзавцу? Четырнадцать». «Да, аборт делать уже поздно». «У армянского радио спросили, а почему вашим милиционерам выдали автоматы? А чтобы никто не смог у них отобрать пистолеты?» «Плетутся по пустыне две английские булавки. Одна говорит другой, я умираю от жары. А ты расстегнись». В кабинет врача с надписью «Логопед» робко просовывает голову мужчина и спрашивает, «К вам Мона?» «Не только Мона, — отвечает доктор, — но и Нуна». Новоселов, только что переехавших в новый дом, навещает приятель. С этим разговором он умолкает и прислушивается. «У вас что, мыши?» «Нет, это соседи едят салат». «В ответ на то, что судья показал динамовцу колдунову желтую карточку, тот показал ему красную книжечку». «Квартирант говорит своей любознательной хозяйке. Вы знаете, я уже смирился с тем, что вы читаете все мои письма, но мне не хотелось бы, чтобы вы на них отвечали». «Турист возле озера спрашивает местного жителя, скажите, а если я поймаю здесь рыбу, это не будет нарушением?» «Нет, это будет чудом». Старик Хатабыч появился в гареме. «Исполни наши желания», — завизжались женщины от радости. «Трах, трах, тередох». «И весь гарем остался доволен». Молодая девушка вышла замуж за еврея. После первой брачной ночи мать у нее спрашивает. «Ну как, доченька, ты довольна? Слышала, что у них делают обрезание, но чтобы так обкорнать?» Перед зарубежными гастролями дирижер инструктирует оркестрантов. «Значит так, в Англии покупаем шерсть, летим в Японию, толкаем шерсть, покупаем аппаратуру, возвращаемся домой, толкаем аппаратуру, имеем бабки. Вопросы есть? Есть. Инструменты с собой брать?» «Сельпо срочно требовался главный бухгалтер. «У меня есть на примете хороший работник», — сказал товаровед председателю, — «но ему еще полгода сидеть». «Папа, что такое финансовый гений?» «Это такой человек, сынок, который умудряется зарабатывать больше, чем успевает тратить его семья». «Разговор двух собаководов. Моя собака умна, как я. Странно. Обычно большинство людей хвалят своих собак». «Алло, это булочная? Нет, это сливочная. Вы что, сливки делаете? Нет, говно сливаем». Подбегает Петька к Василию Ивановичу. «Василий Иванович, слышал? Гольфстрим замерз». «Сколько раз я тебе говорил, евреев в разведку не посылать». «Официант, ваш кофе, сэр, специально из Южной Америки посетите». «Ах, вот, оказывается, где вы были». «Когда я ночью возвращаюсь домой, жена не говорит ни слова, только смотрит на часы». «Тебе еще везет», — восклицает приятель. «Моя смотрит на календарь». Рассказывает один мужик другому. «Захожу домой, а она с любовником. Я с горя сел за стол, допил две их бутылки водки, попел грустных песен, а потом смотрю. Квартира-то не моя». «Как меня будет брить ученик?» — возмущается клиент в парикмахерской. «Не волнуйтесь, мы дадим ему совсем тупую бритву». «Человек, с чем пирожки? С яйцами? Я серьезно спрашиваю». «У своего дома Штирлиц увидел бездомную собаку. Дурашка!» — позвал ее Штирлиц. «Сам ты дурашка, я из центра!» — ответила собака. «Хорошо клюет в этом озере. Клюет? Я должен прятаться за дерево, чтобы рыбы меня не разорвали, когда я насаживаю червяка на крючок». «Старый джигит упал с лошади, отряхивается. Старый стал, говно стал. Смотрел кругом, никого нет. А, — говорит, — и молодым был, говном был». «В деревенской избе ночью раздается стук в окно. Дрова нужны? Нет. Утром просыпается. Дров нет». «Тоск. Жил-был один король. И так-то ему предсказали, что его жена родит ребенка не от него. Тогда король посадил свою жену в клетку на крыше своего замка, но через девять месяцев королева все равно родила. Так выпьем за здоровье Карлсона, который живет на крыше». «Парикмахер-клиенту. За какую футбольную команду вы болеете? За ту, что и вы. Но и вы не знаете, за кого я болею». «Да, но ведь у вас в руках бритва». Мужик спрашивает руководителя крупного предприятия. «Вам нужен бухгалтер с морским уклоном?» «А как это? Миллион тебе, миллион мне и концы в воду». «Слыхал, Митрич, удали. Пятнадцать лет за то, что жену бросил. Да ну, я свою трижды бросал и ничего. А ты с какого этажа бросал?» «Идет мужик в робе по улице. В руках кувалда. У него спрашивают, кем работаешь? Электриком. А сколько платят? А это смотря какой грунт». «Армянское радио спрашивают. Почему йоги спят на гвоздях? Потому что с шурупов вставать труднее». «Загадка. Два гвоздя упали в воду. Как фамилия грузина?» «Ответ. Заржавели. Посетитель в ресторане долго изучает меню, потом подзывает официанта и говорит, «Мне одну порцию ахвледиани». «Мне одну порцию ахвледиани». Но это невозможно. Почему? Ахвледиани — это наш директор. Почему у бегемота глаза красные? Чтобы ему было удобно прятаться среди помидоров. Вы видели когда-нибудь бегемота среди помидоров? Кто-то. Вот как надо прятаться. Почему карлики смеются, когда играют в футбол? Потому что трава им яйца щекочет. Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие. «Дж-ур-эл». «Разговор по телефону. Здравствуйте, это Оля?» «Нет, Оля нет дома. А с вами разговаривает ее голубоглазая, длинноногая сестра». «Собрание». Выступает директор Московского треста столовых и ресторанов. «Заведения, в которых мы работаем пока государственные, но милицию, мафию и налоговую инспекцию мы уже приватизировали». «Покупатель в магазине похоронных принадлежностей рассматривает гробы. Как вы думаете, какой гроб лучше купить?» «Трудно сказать», — отвечает продавец Сынкова. «И, конечно, долговечнее, однако деревянные полезнее для здоровья». «Доктор, мой муж часто разговаривает сам с собой». «Успокойтесь, мадам, в наш нервный век это весьма распространенное явление». «Да, но он разговаривает сам с собой по телефону». «Спортсмен-чемпион простудился. Врач измеренному температуру у вас 38,5». «Доктор, а каков мировой рекорд?» «Муж застает дома жену, которая сидит совершенно обнаженная перед зеркалом. Что ты делаешь?» «Мой врач сказал, что у меня грудь двадцатилетней девушки». «А он ничего тебе не сказал о твоей пятьдесятилетней заднице?» «Нет, мы о тебе не говорили». «Сосед соседу, побрейте, наконец, свою собаку, а то наш сын, когда ее кусает, всегда шерстью давится». «На Кавказе двое разговаривают. Слушай, твоя жена культурный?» «Какой там культурный? Худой, как шепка!» «Дневник студентки. Первый курс. Никому, никому, никому». «Второй курс. Никому, никому, только ему». «Третий курс. Никому, никому, только ему, ему и ему». «Четвертый курс. Всем, всем, всем». «Пятый курс. Кому, кому, кому». «Жена ругается с мужем. Изверг, всю жизнь меня искалечил. Верни мне мою загубленную молодость». «Ладно», — отвечает муж, — «бери». «Мы с женой были счастливы на протяжении двадцати лет, а потом, потом мы встретились». «Группа туристов в Уссурийской тайге. Ищащий выскакивает тигр. Без паники тигр сыт», — заявляет проводник. «Откуда вы знаете?» — восклицает один из туристов. «Вы что, не видите, что Ковальчука уже полчаса нет?» «Разговаривают две туристки. Первая. Я уже два дня в Париже и ни разу не была в Лувре. Во вторая. Это, наверное, от перемены воды или пищи». «Поручик Ржевский танцует с Наташей Ростовой. Наташа спрашивает поручик, что вы у меня на спине ищите?» «Груди. Вы не там ищите. А там я уже искал». «Идеал жены. Красивая, сексуальная, глухонемая хозяйка винного магазина». «Скажи, можно ли переходить дорогу на красный свет?» «Можно, но надо поднять руки, чтобы в морге могли легко снять рубашку». «Штирлиц погладил кошку. Кошка сдохла. Странно, подумал Штирлиц. И поплевал на утюг». «Пассажир самолета Петров обращается к стюардессе. Говорит ей, что на борту взрывное устройство и предлагает лететь в Стокгольм». «Та передает требования пилотам. Пилоты связываются с землей и оттуда им отвечают. Да, действительно, пассажир Петров пронес на борт самолета 13 килограммов тротила. Мы еще подумали, зачем?» «В кондитерскую заходит мужчина и спрашивает продавщицу. «Скажите, а пряники у вас свежие? Нет, очень старые и заплесневелые. А печенье? Возьмите лучше пряники». «Весьма посредственная балерина показывает импрессарию отрывки из балета «Лебединое озеро». Закончила, она с тревогой спрашивает, ну как, бедная птица?» «У богатых свои причуды. Недавно акционерное общество «Херсонес» перечислило в фонд стабилизации экономики первые три буквы своего названия. «Алло, Василий Иванович, кто это додумался наш броневичок авиабензином заправить?» «Это я приказал, Петька, все нормально». «Какого черта нормально? Я из Токио звоню!» Штирлиц увидел на первой странице журнала фотографию женщины, под ней подпись «Мисс 92». «Странно, — подумал Штирлиц, 92, — а как хорошо сохранилось!» До Штирлица не дошло письмо из центра. Он перечитал еще раз, но все равно не дошло. «Мама, как узнать, хорошего ли мужа я себе избрала?» «Если плохого, заметишь сразу, если хорошего — никогда». «Надо купить несколько лотерейных билетов, — говорит жена мужу. Внутренний голос подсказывает мне». «Как ужас!» — воскресает муж, — у тебя еще есть и внутренний голос. Идут муж и жена мимо аптеки. Жена останавливается у витрины, на которой изображена змея, обвивающая вазочку эмблема медицины. «Дорогой, объясни мне, что это такое?» «Твоя мама мороженое кушает!» «Мать спрашивает у дочери, где ты была всю ночь?» «Ты спросил, учи с кем?» «Ну, с национальным героем». «Кто же он?» «Неизвестный солдат». В ресторане официант говорит. «Мадам, почему ваш муж залез под стол?» «Это не муж. Муж стоит в дверях». «Пропала собака, бультерьер, нашедшему наше соболезнование». «У старушки кто-то обчистил огород, она жалуется соседке. Та говорит, студенты, наверное». «Нет, следы человеческие». «На небольшом судне пассажир спрашивает капитана, а что будет, если мы встретимся с айсбергом?» «Айсберг поплывет дальше». «Разговаривают два отца. Ну и как теперь дела у твоего пострела в школе?» «Уже лучше, но на родительские собрания хожу пока под чужой фамилией». «Зачем вы это слушаете?» «Моцарт же ясно написал, что этот концерт не для вас, а для флейты с оркестром». «Моя такса такая длинная, что если она виляет хвостом, то значит, благодарит за сахар, который ей дали позавчера». «Алло, это отдел снабжения Русской Православной Церкви?» «Оцалившица, пожалуйста!» «Рефери считает один, два, три...» «Слушай, — шепчет секундант лежащему боксеру, — до восьми, не вставай!» «Хорошо, что не тот, а который час?» «Сидят мужики на лавочке возле дома, один говорит, — вон у Васьки жена умная, красивая, добрая, другой. У него что, три жены?» «Беседуют два друга. Ваня, — говорит Яша своему другу, — у меня была ужасная ночь. Элизабет Тейлор, Бриджит Бордой, моя жена, боролись, чтобы взять меня в мужья. Так это ты... так это ты называешь кошмаром, да? Победила моя жена». «Она, — сколько мне лет, угадайте, он, — даже не могу себе представить, она, — но я вам намекну, моя дочь ходит в детский сад, он, — она что, там заведующая?» «Уважаемый Василий Петрович, — пишет мать Вовочке, школьному учителю сына, — не смейте больше наказывать нашего Вову, он нежный и слабенький ребенок, мы никогда его не били, разве что в порядке самозащиты». Русский Вася приехал в Грузию к другу. Целый вечер они отмечали встречу в ресторане, утром просыпаются с глубокого похмелья. «Гиви, есть что-нибудь выпить?» «Ничего нет». «Гиви, а что это в бутылке на полу?» «Это ми нассали». «Давай скорее ми нассали». «Как отличить зайца от зайчихи?» «Очень просто. Берете животное за уши, поднимаете и бросаете. Если побежал, значит, заяц, если побежала, значит, зайчиха». «Дима, проснись, да проснись же, в чем дело? Пора принимать снотворное». «Мужик, у тебя жена гуляет?» «Пусть гуляет, она тепло одета». «Жена мужу, мне надоела такая жизнь. Позавчера ты пришел домой вчера, вчера ты пришел сегодня. Если сегодня ты придешь завтра, то послезавтра я подаю на развод». «Понятно, — объяснила». Во время похорон на кладбище бригадир Горбовщиков видит, что у покойника из нагрудного кармана торчит струблевая копюра. Он потихоньку наклоняется и тянется к купюре. Вдруг покойник хватает его за руку и кричит «Контрольное захоронение!» «Мужик жалуется друзьям, у меня жена такая нудная, вы представляете? Весна на дворе, праздник первого мая, только бы веселиться, выпить, она все нудит. «Ну, когда ты вынесешь елку? Ну, когда ты вынесешь елку?» Было у царя три сына — русский, еврей и негр. Жена спрашивает мужа, «Дорогой, что ты мне подаришь на мой день рождения, муж? Могу трахнуть разок, а если я не захочу, тогда лежи, дура, без подарка». «Два гурмана делятся своими пристрастиями. Что тебе больше всего нравится из пищи? Ужин с чужой женой!» «У меня нет детей, я бездетный, это у меня наследственное. Моя бабушка была бездетной, мать была бездетной. Откуда же вы взялись? Я из Конотопа». «Подледный лов. Над лункой сидит одинокий, синий от холода рыболов. Из соседней лунки высовывает голову сом и говорит ему простуженным голосом, «Мужик, сегодня клево не будет. Клево было вчера». «В кабинете ветеринара» звонит телефон. «Доктор, сегодня к вам должна прийти моя жена со старой кошкой. Прошу вас умертвить ее уколом». «Хорошо. Да, доктор, а после этого кошка найдет сама дорогу домой». Нет, последняя фраза читается вопросительно. «Доктор, а после этого кошка найдет сама дорогу домой». Молодожены договариваются, что будут заниматься любовью в дни недели, в названиях которых имеется буква «Р». «Дорогая, какой сегодня день?» — спрашивает однажды утром муж. «Понедрельник, милый», — отвечает жена. Учитель беседует с матерью школьника. «Скажите, от кого ваш сын унаследовал такую жажду знаний?» «Знания от меня», — гордо ответила мамаша, — «а жажду от отца». В роддоме медсестра спрашивает подругу, «Кто это так в отделении громко голосит?» «Неужели та тройня, что родилась сегодня утром?» «Да нет», — отвечает подруга. «Это их отец». Белая женщина в возрасте родила совершенно черного мальчика. Увидев его в руках медсестры, она улыбнулась. «Вот будет доволен мой старик. Он так обожает черный юмор». Отец студента профессору. «Профессор, мне кажется, что мой сын не сдаст завтра экзамен. Профессор, а спорим на 10 тысяч, что сдаст?» Объявление по радио. Внимание! В городском парке объявился сексуальный маньяк. Проезд автобусами 14, 2, 24. «Когда я был маленьким, — рассказывает один приятель другому, — у моего отца был прекрасный метод, чтобы заставить меня уснуть. Прежде чем уложить в кровать, он брал меня на руки и несколько раз подбрасывал в воздух. И этого было достаточно. Должен сказать, что у нас были очень низкие потолки. «Придя домой, жена застала мужа за мытьем полов. Ты знаешь, — произнесла она, — мой директор намекнул мне, что бросил бы из-за меня семью. Шутит, наверное». «А может, нет, — с надеждой проговорил муж. Ты завтра что делаешь? Да вот, на свадьбу надо идти, так не хочется. Ну так в чем же дело, не иди? Не могу. Я жених». Приходит жена с любовником домой и начинает заниматься любовью. В это время из-за ширмы раздается монотонное «ку-ку-ку». Любовник спрашивает женщину, что это такое, у тебя там кукушка? Да нет, у меня там муж парализованный, он никак не выговорит «курва». Муж возвращается домой поздно и явно не в духе. Быстренько перекусив, он ложится в постель и начинает приставать к супруге. «Дорогой, — говорит жена, — мне нельзя. Да вы что, все сговорились сегодня, что ли?» Сидят на крылечке старик со старухой. «Дед, у нас, кажется, будут дети. И еще бы, ведь завтра пенсию получаем». «Адам, почему ты так поздно вернулся? С кем ты провел этот вечер? Ну что ты придумала, Ева? Ведь нас в раю только двое». Однако, когда Адам засыпает, Ева на всякий случай пересчитывает его ребра. Два приятеля идут по улице. Вдруг один хватает за руку другого. «Быстрее, уходим!» «Что случилось?» «На той стороне стоит моя жена и разговаривает с моей любовницей». Приятель посмотрел и говорит, «Успокойся, это моя жена, а разговаривает с моей любовницей». «Обитый» «На она, которая для вас будет вот shall». «Обитый» «Обитый»